Начнем с того, что где-то с 1950-х годов, в 1954-й год с этого момента в Московском университете возникает сообщество единомышленников, которое позже получило название Московский логический кружок, а еще позже Московский методологический кружок. Все эти люди учились на философском факультете МГУ, закончили его приблизительно в 1953-1954 году. Среди них, здесь на слайде вы видите, это Зиновьев Александр Александрович. Он занимался проблемами социологии, проблемами философии и методологии научного познания. К сожалению, после того, как он издал критическую работу, посвященную советской власти, его выслали, то есть он вынужден был эмигрировать Соединенные Штаты. Дальше в этой кампании Грушин Борис Андреевич тоже занимался социологией, проблемами разработки методов опросов общественного мнения. И еще один участник, помимо Щедровицкого, это Мабардашвили Мираб Константинович. Он как раз был чистый философ и занимался проблемами истории философии, проблемами мышления. У него есть ряд работ, посвященных мышлению. Что их всех объединяло? Конечно, их не объединяла та атмосфера, которая царила в тот момент в МГУ в эти годы. Понятно, что 1953 год, только что смерть Сталина. Какое могло быть содержание, образование, вы можете себе представить. В качестве примера я могу сослаться на один случай. Один мой знакомый, Инверзий Зеединович Физов, сейчас уже покойный. Как раз в это время, в 1953 году, защитил кандидатскую диссертацию, а по философии успешно, и случилось, что умер Сталин. И его диссертацию в ВАКе завернули. А почему? Потому что были ссылки на Сталин, на работы Сталина. Тогда это так полагалось. И, по сути, он вынужден потом был заново защищать эту же диссертацию через год, но уже без ссылок на Сталина. То есть вот такая была атмосфера. Поэтому прежде всего здесь нужно говорить о том, что их объединяло. А их объединяло одна проблема, хотя они были, вы видите, разных направлений, философы, социологи. Их объединяло проблема метода мышления. То есть они интересовались скорее не тем, какой-то конкретной областью познания. Их интересовал сам метод познания, как происходит мышление. В частности, ну, например, Зиновьев изучал метод, который использовал Маркс в своей работе «Капитал». Опять же, Маркс тоже их интересовал не с точки зрения его содержания идей, а скорее как методолог, то есть как тот, кто создал некий новый способ рассуждения, новый способ мышления. И вот этот кружок, он какой-то время функционировал. Конечно, со временем все из этих представителей разошлись разными дорогами. И, безусловным, лидером этого кружка остался Георгий Петрович Щедоровицкий. И, собственно, основные, конечно, идеи, которые мы будем дальше излагать, это идеи, которые родились вот в этом кружке уже под руководством Георгия Петровича Щедоровицкого. Вкратце о философских предпосылках. Не буду, конечно, долго рассказывать, но практически вы видите, что вся классика философии была... Основные идеи классики философии были использованы Щедоровицким в своих построениях умственных. Ну, начнем с фигуры Декарта. Вчера уже эта фамилия упоминалась на лекции, но здесь он нас интересует не в контексте его естественно-научных или математических трактатов, а как методолог. Он написал ряд работ чисто методологического плана, например, рассуждения о методе, где он описал, как должно происходить, по каким правилам должно происходить мышление практически в любой деятельности, то есть независимо от сферы деятельности, будь то там математика или другой какой-то ученый. Другой, еще одна фигура в этом контексте — это Эммануэл Кант. Здесь он интересен как, опять же, теоретик различных схем мышления. Он занимался достаточно очень абстрактными понятиями, теми понятиями, которые участвуют в формировании… Вот вчера как раз говорил психолог о том, что наше восприятие обусловлено априорными структурами. Именно Кант изучал эти, скажем так, механизмы, которые влияют или обусловливают наше опытное познание. Гегель интересен здесь в двух ипостасях нам. Во-первых, основное практически содержание гегельской философии — это рассуждение тоже об мышлении. и мышление он понимал как некую субстанцию, дух, независимый от конкретного своего воплощения. Я потом скажу, какое это значение имеет в дальнейшем для концепции Чедровицкого. Конечно, Карл Маркс. Прежде всего, Маркс здесь интересен идеей деятельности. Всем известны его высказывания о философии, что философия до сих пор всего лишь объясняла мир, она должна его преобразовать. Но сама идея о том, что именно преобразовательная деятельность является основным, скажем так, способом, каким себя человек реализует вообще в мире. Вот это, скажем так, марксистская идея. Ну и Гуссерль, Эдмунд Гуссерль, основоположник феноменологии, здесь он нам интересен с точки зрения, это, прежде всего, ранний его период, он написал ряд работ, посвященных обоснованию математики, где критиковал психологические идеи обоснования математики и защищал, опять же, мышление от... То есть, скажем так, отделял такие вещи, как мышление, скажем так, как психический процесс и мышление, опять же, как некую вот субстанцию, независимо от того, как вот она у конкретного человека в данный момент осуществляется. Вот всё, я не буду подробно останавливаться на философских предпосылках, и пойдём дальше. Ну, нельзя не упомянуть среди предшественников, конечно, Льва Семёновича Выгодского. Конечно, вчера вы все слушали замечательную лекцию. Прежде всего, здесь нас интересует идея Выгодского о том, что человек овладевает своими психическими функциями благодаря знакам. Это первое, культурно-опосредованное. И это то, что... Второе, да, то, что вот... Это позволяет ему себя, скажем так, реализовывать... То есть речь идёт не только об обучении, а вообще становлении человека посредством культуры, скажем так. Поскольку вчера, опять же, достаточно подробно об этой фигуре было много сказано, поэтому я не буду, но я обещаю, что в конце лекции мы ещё вернёмся к фигуре Льва Семёновича Выгодского в контексте уже идей Щедровицкого. Я уже упоминал о том, что центральным таким фокусом исследования Щедровицкого была идея методологии. Понятно, что у каждой конкретной области исследования есть свой метод, и метод этот определяется предметом исследования и зависит от той области исследования, в которой работает познающий субъект. То есть это может быть физика, математика, история, философия и так далее. Есть ли какая-то общая методология? Методология не частная, а просто методология? Или возможно ли просто методология? Это вопрос, который как раз является философским. И если посмотреть назад чуть-чуть, то есть то, о чём мы говорили на предыдущем слайде, большинство представителей, которые там присутствовали, прежде всего это Декарт, Кант, Гуссерль, полагали, что несмотря на всё различие частных методик, есть некоторый общий способ мышления, присутствующий везде. То есть тот способ, который даёт, скажем так, результат познавательный для познающего субъекта. методология является, кто её изучает, для кого она сама является объектом изучения. Понятно, что учёный, он работает уже в рамках каких-то методов и получает определённые результаты. Поэтому учёный, он не методолог. То есть методолог, получается, это та фигура, которая вышла за рамки конкретно научного какого-то рассуждения, исследования, и я бы даже сказал за рамки философии, как некой особой дисциплины, потому что философия тоже имеет свои методы определённые, частные, да, многие из вас знают, диалектический метод, феноменологический метод. И методология, по мнению Щедровицкого, должна рассматриваться как некое над- или межтрансдисциплинарное направление, которое не зависит от частных методик. Вот здесь на слайде есть что. Методология есть новая форма организации мышления и деятельности, стоящая над наукой и задающая общую шапку для всех других видов мышления и деятельности. В науке есть схема объекта, и грамотные учёные, получившие школу, умеют работать по прототипам. Методология экстериализует эту деятельность, выносит её, описывает и фиксирует. А следовательно, для методолога его собственная деятельность, его мышление выступает ещё как внеположный субъект. Он не задаёт объект и не задаётся объектом. То, о чём я говорил, что методолог, в принципе, не зависит от объекта. Исследование его интересует сама, собственно, его деятельность, познание мышления. Ну, а что такое мышление-то, скажем так, весь вопрос последующей лекции. И это главный вопрос. Но прежде всего начнём с того, чтобы ответить на этот вопрос, конечно, в концепции ещё Бравицкого речь идёт, начнём с того, о чём мы уже говорили, что следует различать, скажем так, мышление как объект изучения частной науки, например, психологии, которая изучает различные психологические аспекты связанные, и мышление как объект философского рассуждения. И вот здесь интересная цитата. Заметьте, что речь идёт, опять же, о том, что это всё было высказано в те годы, когда официальной позицией по поводу философии был материализм. И вот он пишет о том, что, ссылаясь на Декарта, когда Декарта говорил, что есть две субстанции, материя и мышление, я думаю, он был прав. И даже в том, что он был дуалист, он был прав. Амонисты, в принципе, не правы. Значит, есть такая реальность мышления, и это особая субстанция. Есть реальность особой субстанции деятельности, мысли деятельности. Эта реальность зависит от мышления. Вот что мы задаём в действительности мышления, то потом мы антологизируем, объективируем, а потом реализуем. Вот это и есть, и существует. Вот в этой цитате можно проследить сразу несколько вещей. Во-первых, несмотря на то, что здесь ссылка идёт на Декарта, конечно же, речь не идёт о том, что Щедровицкий буквально в духе Декарта полагает о том, что есть некая духовная субстанция, душа или дух, которая существует равноправно с материальной субстанцией. Скорее, эту позицию можно сблизить, хотя он не ссылается напрямую с позиции Карла Поппера, другого известного философа, который утверждал, что объекты мышления не тождественны субъективным представлением. Ну вот в частности, допустим, возьмём теорему Пифагора. Вот есть теорема Пифагора. Она чья? Моя, ваша? Она не чья. Она описывает некое соотношение, некие принципы, которые истинны безотносительно того, кто об этом думает в какой-то конкретный момент. Вот приблизительно о чём идёт речь. И дальше он говорит, что реальность зависит от мышления. Вот этот момент тоже очень важный. Мы перейдём в каком смысле. Опять же, это можно трактовать по-разному, можно трактовать это в таком достаточно примитивном ключе, как сейчас есть, что, ну, вот как ты будешь это думать, как ты будешь представлять, так оно и будет на самом деле. То есть нужно там настраиваться позитивно, и тогда у тебя всё будет позитивно. Ну, это, конечно, достаточно такой примитивный подход. Речь идёт о несколько другом аспекте. И здесь вот как раз центральной категорией является… Да, сейчас пока ещё пару слов, зайдём. Вот чтобы прояснить предыдущий слайд, я бы здесь вот как раз в заголовке вывел это понятие, которое не употребляется у самого Щедровицкого, функциональный подход к мышлению. То есть о чём здесь идёт речь? Здесь речь о том, что, в принципе, мышление мы можем изучать безотносительно того, на каком материале оно реализовано. И это очень близко, например, идея… Если нас сейчас слушают программисты, айтишники, то для них это, в общем-то, совершенно естественная вещь. То есть они создают искусственный интеллект, и им всё равно. То есть на биологическом мозге реализовано мышление или на кремниевых чипах. Вопрос не в материи, вопрос в тех функциях, которые выполняются. То есть мы можем таким образом взять эту материю, мозг конкретно, отделить от тех функций, которые выполняет мышление. И поэтому возможен искусственный интеллект, потому что мы можем эти функции, например, калькуляцию, игру в шахматы воспроизвести на совершенно ином материале. То есть, соответственно, щедровидское умышление интересует именно вот в этом аспекте. Кстати, недаром в центре исследований на первоначальном этапе была логика. И первоначально я говорил о том, что московский методологический кружок сначала изначально назывался московский логический кружок. То есть логика эта тоже предполагается, что она рассматривает мышление вне зависимости от протекания каких-то психических процессов субъекта. Здесь, кстати, интересно, просто я провожу ряд понятий, которые можно встретить в работах Щедровицкого. Машины, науки, машины естественной науки, машины гуманитарной науки, машины психологии. То есть как раз речь идет о относительно независимых от конкретных носителей таких образцов, схем мышления, которые воспроизводятся в данной области. Вот этот слайд, пожалуй, один из самых важных слайдов. И без этого слайда, в принципе, невозможно понять дальнейшее что-либо. То есть мы привыкли рассматривать отдельно. То есть для нас мир в целом — это совокупность объектов. Например, здесь присутствуют различные объекты — столы, стулья. И люди как отдельные объекты тоже. И можем сказать, что такой подход, он, в принципе, материалистичен, то есть он соответствует материалистическому взгляду на мир, но он не учитывает одной вещи, а именно, что все эти объекты, они не сами по себе, а существуют, а существуют в ходе именно человеческой деятельности. Вот здесь сразу можно процитировать один из тоже известных тезисов Маркса, где он критикует Фейербаха. Главный недостаток всего предшествующего материализма, включая Фейербаховский, заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется в форме объекта или в форме созерцания, а не как чувственная деятельность. То есть вот есть объект, вот я, и я на него, я его как бы созерцаю вместо того, чтобы с ним что-то делать. То есть противопоставляется этому как раз подход, что в существовании есть некоторый набор актов, и само познание тоже есть акт. Речь есть акт. Кстати, приблизительно с этим же, с Щедровицким в это же время, в 60-х годах, Джон Остин и Джон Сорл выдвигают концепцию теории речевых актов. То, что речь — это действие, утверждение — это действие, восклицание — это действие, просьба — это действие, обещание — это действие. То есть все это различные модусы действия. Действие может быть объектом, то есть мы одновременно действуем, но одновременно являемся, то есть мы можем это действие сделать объектом нашего размышления. И это то, что Щедровицкий называет «ортогональная организация мышления и деятельности». Понятие ортогональности он взял из математики. Это перпендикулярное в трехмерный пространство. То есть здесь, если мы представим себе человека, который, допустим, размышляет что-то, строит какую-то теорию, вот слева, и на предметной доске или на слайде презентации вот я сейчас с вами выражаю. Это один план рассуждения. Так вот, это предметный план. Этому плану соответствует методологический план, то есть ортогональная проекция, то есть мышление по поводу того, что мы делаем на левом плане. И мы должны уметь разделять вот эти вещи, то есть наше мышление и способ нашего мышления, всегда осознавать, что мы в данный момент делаем. Вот я сейчас пытаюсь рефлексировать, что я делаю, сколько мне минут осталось, как вы меня воспринимаете и так далее. Все это есть тоже ортогональная проекция рассуждений. Так, возвращаемся еще к действию. У меня немножко тут перепутаны слайды, но на самом деле вот как раз я об этом хотел продолжить. Вот здесь, собственно, показано, что ничего с точки зрения деятельностного подхода не существует вне деятельности. А, собственно, у нас, кстати, есть даже слово действительность. Мы иногда говорим, то, что на самом деле есть, это действительность. Никто не задумывается, что в основе этого лежит корень действия. Вещи — это предметы манипулирования. Объекты, Луна, даже астрономические объекты — это объекты научного исследования. Инновация — объект проектирования, текст, объект чтения. Сорняки — объект, то есть только возникающий в ходе деятельности сельскохозяйственной. То есть само по себе никакое растение не является сорняком. Сорняк возникает только тогда, когда вам нужно вырастить картошку, а вот это вам мешает. Вот эта трава вам мешает, и вы ее называете сорняк. Товар возникает как товар в процессе торговли. Сказуемо существует с точки зрения грамматического анализа и так далее. То есть все это — объекты, возникающие в деятельности. То есть это, как я уже сказал, одна из центральных категорий концепции Щедровицкого. Так, возвращаясь опять на предыдущий слайд, о том, о чем мы говорили, когда говорили о ортогональной проекции, одним из ключевых понятий является понятие рефлексии. Ну, здесь по поводу ударения сразу хотел бы оговориться. Ну, можно здесь не принципиально, но просто обычно есть просто такое понятие рефлексии, когда речь идет просто о каком-то рассуждении или размышлении о чем-либо. Поэтому давайте, чтобы мы не путались в терминах, просто рассуждение или просто какое-то размышление о чем-либо. Мы будем называть рефлексией. А вот для как раз мета-уровня, когда мы возвышаемся над самими собой, смотрим, пытаемся со стороны на себя посмотреть, это мы будем называть рефлексией, с ударением на последнее слово. Хотя это, опять же, не принципиально. Собственно, мы выделяем, то есть Шенровицкий выделяет три уровня основных, которые потом трансформируются в три уровня как раз мышления. То есть сначала мы что-то делаем, мы размышляем, да, вот само по себе действие. Но действие, если оно не сопровождается пониманием, осознаванием того, для чего оно происходит, происходит это просто некий автоматизм, да. Действие, которое становится объектом нашего собственного рассуждения, то есть то, о чем мы можем сделать его в акте рефлексии объектом рассуждения, в чем, то есть в чем оно становится объектом рефлексии, в слове. То есть мы в слове выражаем. Вот я сейчас читаю лекцию. В данном случае второй уровень. То есть слово — это уровень рефлексии, то есть второй уровень над уровнем действия. И третий уровень — это рефлексия по поводу того, о чем слово, да. Ну, это, наверное, то, что в ходе дискуссии потом мы будем обсуждать. Когда мы будем обсуждать, например, эту презентацию, это будет как раз мета-речь, то есть речь о речи, которую мы сегодня слушали. То есть вот эти три уровня. Рефлексия обычно, опять же, в философии понимается как некое такое, акт, который осуществляется в одиночестве. Это некий монолог самого себя, самим собой. И вот здесь, конечно, Щедровицкий достаточно настойчиво проводит идею о том, что нет, настоящая рефлексия только возможна в коммуникации. Я всматриваюсь в другого и пытаюсь отклик получить. То есть вот эта вот игра, да. Я подумал, что он подумал, что я подумал. То есть необходимо коммуникации. То есть над этим всем еще надстраивается коммуникация. Необходима кооперация с другим. То есть для рефлексии необходим другой. Это тоже очень такая идея, которая в 20 веке была независимо от Щедровицким высказана. В частности, у позднего Эйгенштейна о том, что смысл языковых утверждений рождается в коммуникации. Смысл языковых утверждений рождается в коммуникации. Идем дальше. Еще один. Продолжая речь о коммуникации, необходимо помнить опять еще одного человека, который независимо от Щедровицкого, вместе с Щедровицким, одновременно с Щедровицким, прошу прощения, разрабатывает теорию коммуникативного действия. Это, конечно, Юрген Хабер-Масс, для которого как раз основная идея — это идея коммуникации, в которой происходит совместное определение ситуации действия. То есть мы удерживаем в коммуникации общий смысл. То есть есть мой фокус субъективности, мое и есть чужой фокус субъективности. И одновременно в коммуникации мы удерживаем оба этих фокуса. И он, кстати, выделяет две ключевых компетенции. Это коммуникативная компетентность, то есть умение донести свою мысль до аудитории, и коммуникативная вменяемость. Тоже интересный такой термин. Коммуникативно меняемый индивид, прежде всего, это просто человек, который способен допустить, что есть точка зрения иная на ту же самую проблему и вступить в коммуникацию по поводу этой проблемы. Мы постепенно подходим к основной схеме мышления. И вот это ее, как бы, центральная часть этой схемы. Деятельность уже слово упоминалось. Сейчас ведется понятие мысли-деятельность. То есть если мышление у нас рассматривалось как какая-то деятельность, то в чем эта деятельность заключается? И вот здесь, как кажется, одно из основных отличий подхода Щедровицкого. Если коллеги его, единомышленники даже по московскому кружку, методологическому в частности Мамардашвили, рассматривают мышление как некий такой монолитный процесс. Мышление либо есть, либо его нет. Человек либо мыслит, либо не мыслит. То Щедровицкий рассматривает мышление как многоуровневое, многоплановое, такое явление, состоящее из нескольких процессов разных. Три, один уже я назвал, с рефлексия. Три на этом слайде других. И еще один, пятый процесс, это понимание. Как минимум пять разных процессов, это то, что называется мышлением. В этой схеме нижний слой… Да, во-первых, здесь вы видите, что сверху вниз пунктирной чертой разделены два субъекта. Фигурка человека справа и человека слева. То есть это подразумевает, что у нас все осуществляется в коммуникации. Здесь как минимум два субъекта, но понятно, что их может быть больше. Снизу, да, сверху вниз, да, слой чистого мышления. Что это такое, сейчас мы определим на следующем слайде. Второй слой — это мысли-коммуникация. И третий — мысли-действие. И в целом, вот это, может быть, центральное понятие мысли-деятельность может быть определено как идеологическое взаимодействие по поводу совместного дела с выходом на уровень мышления по поводу отношений речи и дела. Поэтому ничего пока не понятно, но я думаю, что станет вполне понятно, когда мы разберемся, что же это все-таки такое, чем эти понятия отличаются. Вот эта схема мысли-деятельности. Она выглядит в полном виде так. То есть вот эти три уровня — мысли-действие, мысли-коммуникация и чистое мышление. И здесь, на этой схеме, вы видите, что самое главное, еще происходит взаимодействие внутри. Здесь не только два индивида между собой, но некая группа, еще взаимодействие внутри группы и между этими группами. Давайте теперь все-таки проясним основные понятия. Поскольку философия занимается прояснением понятий, я думаю, что это важный момент. Я сказал, что пять различных процессов можно выделить в мышлении. Первое — это то, что Щедровицкий называет мысли-действия. Это можно определить как практический интеллект. Вот, допустим, я решаю вопрос, какой подарок сделать на Новый год. Это решение какой-то конкретной задачи, практической, конкретной ситуации. Манипулирование с каким-то объектом. То есть этот уровень называем мысли-действия. Второй уровень — мысли-коммуникация. Вот это важно, что, опять же, здесь коммуникация, что подразумевается. Это не просто, опять на слайд назад, мы говорили о коммуникативной меняемости. Это не просто некая болтовня. Обычно, если вы так прислушаетесь к тому, что происходит, когда несколько человек беседуют. Значит, один что-то говорит, говорит, второй слушает вежливо, пока тот договорил, потом своё говорит. Второй человек вежливо слушает, пока договорил первый и так далее. То есть это не коммуникация. Это просто поочерёдное такое. А иногда ещё с перебиванием, с криками и так далее. То есть то, что уже похоже на ток-шоу современный. Конечно, речь идёт о коммуникации, в которой возникает некое совместное поле, где индивиды готовы слушать друг друга. Тогда это не просто болтовня, о мысле-коммуникации. Происходит передача мыслей. Третий уровень — чистое мышление. Чуть подробнее это на следующем слайде. Речь идёт о чисто теоретическом мышлении. То есть мышление, которое развивается, двигается в абстракции. То есть оперируется идеальными объектами. То есть это, в принципе, то, чем занимается наука в чистом виде. Чистое мышление — это мышление учёных. Я чуть подробнее сейчас на следующем слайде проясню. Рефлексией мы уже встречались с этим понятием. Вот здесь как раз в отличие от чистого мышления, которое абстрактно, рефлексия всегда конкретна. Я вот размышляю по поводу конкретной ситуации, в которой я сейчас нахожусь. Рефлексирую. Поэтому рефлексия конкретна. И последнее — это понимание, которое тоже чуть попозже растет на пару следующих слайдов. Это пока такое дадим определение, что это видение связи между элементами задачи и практической ситуации. Так, ещё раз, значит, возвращаясь на эту схему. Смотрите, что у нас есть, да? То есть у нас есть нижний этап мыслей действий. То есть мы сначала решаем какую-то проблему. Мы сами её решить не можем. Это неэффективно. Нам нужно объединиться в группу для решения этой проблемы. Мы совместно объединяемся в группу, то есть вступаем мыслью в коммуникацию с другими людьми. В ходе этой мысли коммуникации рождаются какие-то понятия общие, которые мы пытаемся выяснить. Что это? То есть мы выходим на уровень абстракции, на уровень чистого мышления. Теперь всё это умножаете на рефлексию. То есть каждый уровень может быть отрефлексирован. То есть уровень мыслей действия может быть отрефлексирован. Как мы сейчас решаем эту задачу? Уровень мыслей коммуникации может быть отрефлексирован. Как мы с вами коммуницируем? И уровень чистого мышления может быть отрефлексирован. То есть как мы оперируем с абстрактными объектами. То есть это у нас получается рефлексия. И пятое еще у нас понимание. Понимание как раз то, что может возникнуть или не возникнуть в ходе мысли коммуникации. Для прояснения все-таки еще основных понятий пару слайдов. Те примеры, которые употребляет сам Щедровицкий. Известен, скажем так, галилеевский мысленный эксперимент. Все его как раз приводят в качестве одного из примеров, того, как размышляют ученые. Если мы будем брать два объекта, тяжелые и легкие, и сбрасывать их с какой-то высоты, у нас, конечно, тяжелый объект упадет быстрее. И тем не менее, ускорение свободного падения не зависит от массы. Что и Галилей доказал в ходе своего мысленного эксперимента. Ну и второй простой пример. Я уже это приводил пример на теоретическом семинаре. Сколько будет 2 плюс 2? Ответ сколько угодно. В зависимости от практической ситуации. То есть если вы возьмете двух зайцев и подсадите их в клетку к двум лисицам, то сколько у вас всего животных останется? Да. А если вы возьмете две жидкости и соедините их, сколько у вас жидкостей станет? Одна. Ну да, еще смотря какие жидкости. То есть это как раз для прояснения разницы между чистым мышлением, которым я определил как мышление, скажем так, научное, прежде всего, свойственное научному уровню, и мыследействие. Еще одно главное понятие — это системность. Мышление должно осуществляться в системе, системно, и рассматривать объект как система. Ну вот смешной пример. Представим себе, что построили такую пушку, она вот супер бронебойная, любую броню пробивает, но проблема такая, она слишком тяжелая, транспортировать ее невозможно, то есть она все время падает. А так она замечательна. В целом она шикарна. То есть вот пример отсутствия системного подхода. То есть мы не видим связи, системные связи, которые в данном явлении, с другим явлением эту систему соединяют. Конечно, системный подход не придуман Щедровицким. Здесь на слайде фотография Людвига фон Берталанфи, родоначальника системного подхода. Щедровицкий ссылается на него. И, кстати, в целом вот эта мыследеятельностная методология, она полностью называется системно-мыследеятельностная методология. То есть речь идет о прививке вот этого системного подхода к мыследействию. СМД сокращенно. В ходе мышления что происходит? Один из этапов, мы говорили, это работа со словом. Это работа со схемой. Для чего нам это нужно? Предыдущий как раз слайд показывал схему мыследеятельности. Если мы что-то в схеме уловили, это значит, мы этот объект поняли. Почему? Потому что мы смогли в этой схеме показать систему структурной связи между элементами. То есть схема есть конкретное применение системного подхода в мышлении. Построение схемы. Если ты можешь в схеме отобразить явление, значит, ты его мыслишь системно. Если ты в схеме его не можешь отобразить, значит, ты не смог его системно-структурной связи распознать. Я уже оговорился о том, что здесь идея, опять вспоминаем, Выгодского, что мышление всегда выражается в знаковой форме. Оно вовне проговоренное. Кстати, коллега Щетровицкого так и определял. Сознание, мышление, философия, прошу прощения, сознание вслух. То, что не проговорено, не записано, не положено на бумагу, еще не помысленно до конца. Почему? Потому что в момент, когда это в голове, это субъективно, мы не можем на это посмотреть со стороны. Как только это стало объектом, мы его положили на бумагу, на схему, мы можем уже к этому отнестись объективно. А субъективно нам кажется, это все замечательно, прекрасно. Кстати, это всем коллегам, конечно, знакомо, если нас смотрят. Одно дело, скажем так, прочитать лекцию, а другое дело статью написать. Это совсем разные жанры. Когда ты те же самые мысли вроде бы пытаешься выразить в словах, это оказывается совсем другой какой-то способ. Рассуждение это гораздо сложнее. Такой знак. Здесь ничего такого сложного нет. С точки зрения Федоровицкого, самое главное просто, опять же, качество, надо все время помнить, у нас центральная категория деятельность. Знак — это то, что возникает в деятельности, в практической деятельности. Поэтому все есть знак. Поскольку все есть, как некоторый элемент деятельности, то все может быть знак. Я не буду здесь останавливаться на этой теме дальше. Понимание. Вот до этого мы с вами говорили о четырех элементах основных мышления по Щедровицкому. Это пятый элемент — понимание. В общем-то, основной… Здесь схема достаточно такая простая. То есть понимание возникает в коммуникации. Вот я решаю какую-то проблему, я ее решил, получил какой-то результат интеллектуальный, я хочу его донести. Что я делаю? Это нижний этап. То есть внизу я выстраиваю какие-то… То есть у меня есть отношения между какой-то элементами какой-то ситуации моей, в которой я сейчас нахожусь. Значит, мне это надо передать другому. Так как я это превращаю в текст. То есть на уровень сообщения вывожу. Дальше. Второй человек имеет дело с текстом. Он не имеет дела с ситуацией, в которой я нахожусь. Что он должен сделать? Он должен теперь сделать обратную операцию. Он должен этот текст превратить в некую возможную ситуацию, в которую он может себя поставить. Если он может этот смысл соотнести с некой ситуацией, значит, он понял вас. Если он не может соотнести с некой ситуацией, значит, он не понял. Вот простая достаточно вещь. Ну, конечно, она сложнее намного, но основная мысль здесь, на мой взгляд, достаточно простая. Конечно, здесь возможен один нюанс, что это понимание, естественно, может быть неадекватным, поскольку я могу соотнести это с иной ситуацией, а не с той ситуацией, о которой говорил субъект сначала. То есть это надо иметь в виду. Одна из тоже наиболее спорных идей Щедровицкого, но, на мой взгляд, очень интересная. Это различия различных типов мышления. То есть мы говорили о том, что само мышление состоит из разных процессов. А Щедровицкий говорит еще о том, что есть разные типы мышления. Все время мы говорили только об одном типе, а именно о познающем мышлении, мышлении ученого. Или вот чистое мышление. Щедровицкий говорит, что это не единственный способ. Вот мышление инженера, оно другое. А мышление управленца, оно третье. Они разные. Например, проективное мышление, чем отличается? Оно всегда имеет в виду практическую цель. Такой пример он приводит, если вы общаетесь с другим человеком, можно же по-разному, можно просто на него, так сказать, вот вам интересен этот человек. Вы просто с ним общаетесь, из-за того, чтобы получше его узнать. Это будет такой научный подход. А если вы имеете какую-то цель при общении с этим человеком, вам нужно получить от него какую-то выгоду, например, то это будет как раз проективный подход, когда вы исходите из какой-то цели, а не просто так вот познавательный интерес. Ну и, наконец, совершенно иной тип, это орг управленческое мышление, которое имеет дело с деятельность других людей. То есть это мышление над деятельностью других людей. У него очень много об этом есть, но я не буду здесь тратить ваше время. Ну и вот, собственно, методолог совмещает в себе все три эти ипостаси. Научно-исследовательскую деятельность, ученого, проектную деятельность, некая социальная инженерия и организационную деятельность, управленческую деятельность. У нас было пять процессов мышления. Мыследействие, мыслекоммуникация, чистое мышление, рефлексия, понимание. Эти пять процессов мышления разворачиваются в конкретной какой-то ситуации. Вот эта конкретная ситуация, в которой эти пять процессов мышления лучше всего разворачиваются, по мнению Щедровицкого, это игра. И вот все вот эти игропрактики, игротехники, которые сейчас стали так популярными, впервые как раз Щедровицкий ввел, и он это назвал организационно-деятельностные игры. То есть что происходит? Для этого, кстати, вот эти проектные команды обязательно должны быть не менее 10 человек, которые должны между собой что-то решать. В ходе игры происходит несколько этапов. Первый — это проблематизация. Вспоминаем опять пиаже, то есть разросление ребенка связано с преодолением эгоцентризма. То есть мы начинаем с того, что я, конечно же, все знаю. Я же правильно, вот сейчас я вам скажу, как правильно. То есть первый этап — это понять, как раз вот отказаться от этой позиции, а это происходит именно в результате коммуникации, в результате столкновения. Вот в этом искусственном поле игры, когда вам дается какая-то задача совместная, вы должны ее вместе решать, коллективно. Вам приходится отказываться от того, что только вот я один знаю. Вам приходится вступать в коммуникацию. То есть вы начинаете с проблематизацией своей точки зрения. Следующий этап. Все вот люди проблематизировались, то есть нам необходимо это как-то зафиксировать. Ну, есть там флипчарты и так далее. Все это мы записываем, как-то фиксируем в каких-то схемах. После этого мы строим картину объекта. Что мы изучаем? Ну, в зависимости от того, о чем идет речь. Например, если мы рассуждаем об университете, то спрашиваем, что такое университет, если о городе, что такое город, если о мышлении, то есть мы строим картину объекта. Это этап объективации. И четвертый этап — это этап позиционирования, то есть какое место я занимаю в этом объекте. А мне здесь где место? Как я себя здесь позиционирую? Вторая часть лекции, которая будет гораздо короче, чем первая. Мы подходим, собственно, к теме лекции. Практически ничего не было связано об образовании. Мы говорили только о понятиях мышления. Поэтому те, кто нас слушали по этому поводу и ждали нас, когда я что-то скажу об образовании, они, наверное, уже с нетерпением ждут, когда же про это будем говорить. Конечно же, все это имеет прямой выход на проблемы образования и в трудах и самого Щедровицкого, и его сына Петра Георгиевича, об этом идет речь. То есть вкратце буквально об этом несколько слайдов. Ну вот у Петра Георгиевича есть такая работа, введение в педагогическую философскую педагогическую антропологию, где он очень критически высказывается о современной педагогике. Ну вы видите на слайде даже такое выражение, что педагогика уничтожает человека. Почему? Ну это приблизительно то, о чем он говорил. Ну в каком смысле? Человека как субъекта. Вот о чем идет речь. Педагогика просто воспроизводит, транслирует какие-то в обществе существующие культурные нормы и стандарты. Ну, скажем так, как правило. Поэтому, конечно же, она в ходе этого процесса «человек, личность конкретно исчезает». Это является таким печальным фактом. Чтобы это преодолеть, как раз необходимо обратиться к таким категориям, как мышление, деятельность, коммуникация, понимание и так далее. А кто ими занимается? Философы и методологи. В работе педагогика и логика Щедровицкий как раз акцент делает на роли логики и вообще других наук, философии в педагогике. Здесь можно процитировать известного автора Гессна о том, что педагогика – это прикладная философия. Ну, и центральная идея в том, что педагог, по сути, что он делает, он проектирует человека. То есть он транслирует некую норму, говорит, что человек должен быть такой-то. Вопрос – а откуда педагог берет, что человек должен быть такой-то? Это центральный вопрос. И на этот вопрос наука ответить принципиально не может, потому что наука… Предыдущий вопрос был, какой должен быть человек. Наука отвечает на вопрос только, какой вообще, что есть, каковы объекты. Анатомия описывает, как человек устроен телесно, психология личности, как устроена его личность, социология, как устроено социальное бытие. Они не предписывают, принципиально не ставят целей, только философия рассуждает в пространстве целей. Вот поэтому нам нужна философия, да, возвращаясь к вопросу. Ну и в самой философии, естественно, да. Человек является одним из центральных вопросов. Да, еще в начале XX века Макс Шеллер выдвинул идею философской антропологии. Ну, понятие антропологии достаточно всем известно. Это раздел биологии, изучающий эволюцию человека от предков. Речь идет о философской антропологии, которая бы соединяла различные аспекты учения о человеке. Есть биологическое представление, религиозное, еще какое-то философское. То есть общего представления у человека у нас нет. Здесь цитата. «Мы первая эпоха, когда человек не знает, что он такое, но в то же время знает, что он этого не знает». Ссылка на Сократа. «Я знаю, что ничего не знают». Ну и здесь небольшой слайд о том, что это проблемы актуальны в начале XXI века, потому что в ситуации трансформации цифровой мы уже теперь тоже не знаем, что такое человек, потому что каким он будет через буквально там какой-то в обозримом перспективе, мы не знаем, превратимся ли мы всех в киборгов, как пишет Михаил Дмитриевич в своей статье «Щелкунов» или нет. Если есть философская антропология, то есть философия учения человека, педагог, как мы говорили, это тот, кто строит образ будущего человека, следом, должна быть в педагогической антропологии. Идею педагогической антропологии выдвинул в 1970 году Отто Фридрих Больнов, немецкий автор, который как раз задается вопросом, в какой мере наше представление о человеке, то есть о том, что такое человек, есть осознание, рефлексия, объективация способов педагогического воспроизводства людей. В какой мере люди создаются системой данного общества. По этому поводу Петр Георгиевич пишет, что всякий раз, когда мы отвечаем на вопрос, что такое человек, мы можем построить на этом некую педагогику. Какое отношение к проблеме антропологии имеет мыследеятельностный подход? Самое прямое, потому что мы не можем начать анализировать человека, не анализируя культурно-исторические формы организации его мыследеятельности. Потому что человек есть носитель мыследеятельности, он вступает в некие мыследеятельностные процессы, он источник нововведений в мыследеятельностных проектах, он перестраивает, и он гарант развития системы мыследеятельности. То есть движется от одних систем мыследеятельности к другим. И важный аспект, казалось бы, что здесь, если мыследеятельность некий проект, который независим от человека, как бы вот тут есть некий методолог, который ему навязывает что-то. Щедровицкий, Петр Георгиевич отмечает, что как раз на примере игры можно показать, что в мыследеятельности происходит два правильных процесса. Да, ты определяешься обществом, ты же вступаешь в коллективную деятельность, но одновременно ты и самоопределяешься, ты сам влияешь на этот процесс. И эти два процесса друг от друга отделить нельзя. Именно поэтому свобода и самоопределение это часть процесса мыследеятельности. Без этого невозможно. Ну и завершая лекцию, возвращаемся опять к спору выгодского Пиаже. Напоминаю, о чем говорил вчера лектор, что вот Пиаже говорил, что мы сначала должны дождаться вот какого-то возраста, вот там 7 лет, 10 лет, 3 года, 5 лет, и что-то потом с этим ребенком делать. А Выгодский говорит, что мы вот в ходе деятельности как раз и формируем у ребенка что-то, какое-то сознание. Что можно по этому поводу сказать? Да, конечно, Пиаже был прав в том, что только в определенном возрасте ребенок способен к восприятию абстрактных понятий. Вчера был пример о математике, что до 7 лет дети не воспринимают эти абстрактные понятия математические. Но это не значит, что они не могут это знание усвоить иным способом, а именно о чем Выгодский говорит в ходе деятельности, например, в ходе игры. Ну, простой пример, как ребенок усваивает язык. Любой ребенок к 2-3 годам начинает, научается говорить на языке родном. Как? Никто ему лекции не читает о том, что такое подлежащее, что такое сказуемое, что такое глагол, что такое наречие и так далее. Он это усваивает в деятельности, в практической деятельности взаимодействия со взрослым. Ну и вот на примере как раз обучения математике методу Монте-Сори можно показать, как это работает. Ну вот Вы видите, ребенок здесь совершенно справляется с простейшими математическими операциями гораздо раньше 7 лет. И я могу это подтвердить, потому что мой собственный ребенок ходил в сад Монте-Сори и уже в 5 лет она могла совершать все арифметические операции. То есть сложение, вычитание, умножение, деление. Да, но с материалом, конечно, то есть не в абстрактных понятиях. То есть, конечно, то, о чем говорил вчера, что уважаемый профессор, она права, да, если посадить вот так вот ребенка за парту и начать ему, значит, о числах рассказывать, до 7 лет не получится ничего. Но другим способом, совершенно иным способом можно это дать, он с 4 лет, да, начиная. То есть, о чем идет речь, да, и к чему я хотел в конце подвести и потом передать слово коллеге. Что идея заключается в том, что мышление возникает в определенной деятельности. То есть задача педагога создать, организовать такую деятельность, чтобы в результате этой деятельности мышление возникло. вот это вот, скажем так, то, что работает на дошкольном возрасте, то, что работает на школьном возрасте, то, что работает на уровне студенчества. Вот, пожалуй, на этом я закончу. И у нас еще коллега. Да, а может быть вопросы после выступления? Тогда, если есть вопросы сейчас, я отвечу на пару вопросов, а потом передам слово коллеге. Я просто часть лекции, может быть, пропустил. По поводу Хомского, да, вот вы говорили о том, как возникает язык. Что вы можете сказать о его теории генеративной лингвистики? Она каким-то образом соотносится с этими теориями? Значит, у Хомского как раз идея такая. Смотрите, она не противоречит теории Лугодского. У Хомского идея такая, что у человека есть врожденные структуры. И благодаря только этим структурам, если вот они есть, то человек может научиться языку. А у обезьяны их нет, обезьяна не может научиться. Но это не исключает того, что человек должен быть помещен в соответствующую среду, в соответствующее взаимодействие, в соответствующее практическое взаимодействие, где ему нужно спрашивать, там, принеси, подай, дай и так далее. То есть вот это вот, то, что, скажем так, вот эти вот потенциал активирует. А так он останется неактивирован, да. То есть это вещи, мне кажется, не противоречит. Про Хомского тоже, кстати, у Щедровицкого есть. Он об этом писал в своей работе. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.